Привет, меня зовут Илья, а это видео на сайте Bubbler.me. По последней статистике, около 85% всех смартфонов работают на Android. Но таких результатов, конечно, не добиваются в одночасье. Давайте же посмотрим на то, какой путь проделала операционная система, прежде чем стать такой, какой мы ее знаем сейчас. Все мы плотно ассоциируем Android с компанией Google, но разработку операционной системы начинала компания с названием Android. В 2005 году ее выкупила корпорация Добра, а 12 ноября 2007 года появился эмулятор Android для разработчиков. 22 ноября 2008 года был выпущен смартфон HTC Dream, также известный как T-Mobile G1. Таким образом, HTC стала первой из тех, кто выпустил Android смартфон, а T-Mobile первым оператором, начавшим их продавать. Несмотря на то, что платформа была новая, T-Mobile заявила, что количество предзаказов втрое превысило ожидаемое, а за полгода в США был продан миллион штук устройств. Смартфон оснащался процессором Qualcomm SM7201A, он был всего лишь одноядерным с частотой 528 МГц. Оперативной памяти было 192 МБ, а встроенной 256 МБ. Поддерживались карты памяти до 16 ГБ. Экран был 3,2-дюймовым с разрешением 320 на 480. В самом начале развития ОС на экранной клавиатуры еще не было, поэтому текст вводился с клавиатуры хардверной, которая выдвигалась из недр 17-мм корпуса. Под экраном был блок из четырех механических клавиш и трекбол. В общем, HTC Dream был мало похож на свои современные аналоги. После Android 1.1 последовал сразу Android 1.5, и тогда же взяла свое начало традиция называть версии Android сладостями, в данном случае Cupcake, так как до этого были Astro Boy и Bender. Именно в этой версии появились разные наэкранные клавиатуры и всеми нами любимые виджеты. В версии 1.6 Donald никаких заметных обновлений не было, немного поменялся дизайн системы Android Маркета и увеличилась скорость работы. Потом появился Android 2.0 Eclare с опять же улучшенной производительностью, поддержкой HTML5, вспышки в камере и измененным интерфейсом. Через два с половиной месяца вышел Android 2.1, в котором из нового появились разве что живые обои, так что давать ему какое-то новое имя даже не стали, он так и остался эклером. Но эта версия примечательна тем, что именно на ней базировались анонсированные немного позже HTC Desire и Samsung Galaxy S, ставшие очень важными вехами в развитии Android и даже смартфонов в целом. Desire оснащался гигагерцовым Snapdragon 8250, 576 МБ оперативной памяти, аккумулятором на 1400 мАч и 3,7-дюймовым AMOLED или SuperLCD, экраном в зависимости от модификации, с разрешением 480 на 800. А Galaxy S работал на гигагерцовом процессоре производства самой Samsung, в связке с 512 МБ оперативки, экран Super AMOLED с разрешением 480 на 800 на 4 дюймах. Кроме того, первый Nexus, Nexus One, базировался именно на Android 2.1. Nexus One был практически полной копией HTC Desire, за исключением пары моментов. В Nexus не было HTC Sense и оперативной памяти ставили немного меньше, 512 Nexus One против 576 у Desire, а в остальном девайсы были практически идентичны. К концу 2009 года у Android было всего около 3% рынка. 20 мая 2010 года вышел Android 2.2 Froyo. Главные изменения в нем были направлены по большей части на будущее. Появилась поддержка экрана с плотностью пикселей до 320 на дюйм и большего количества оперативной памяти. Кроме того, в стандартной клавиатуре появилась возможность менять язык ввода, а звонки стало возможным совершать через Bluetooth. В конце 2010-го, 6-го октября вышел Android 2.3 Gingerbread, который очень долго оставался самым распространенным среди всех версий Android. Опять-таки, в нем претерпел изменение интерфейс, появилась поддержка нескольких камер и технологии NFC. Как и прошлую версию OS, представили ее на Nexus-устройстве, которое теперь производила Samsung после своего невероятно успешного Galaxy S. По характеристикам, новый Nexus S не сильно отличается от предыдущего. Гигагерцовый процессор от Samsung, 512 МБ оперативной памяти, две камеры, 5 и 0,3 Мп. В 2010-й год Android закончил уже с 33% рынка. В начале 2011-го года Google представила Android 3.0 Honeycomb, операционную систему для планшетов. До этого они выпускались на смартфонах в версиях OS, за чего интерфейс смотрелся по-дурацки, так что и об убийцах iPad на Android говорить даже не приходилось. В Honeycomb мало того, что оптимизировали интерфейс под такой тип устройств, так еще и сам стиль системы очень сильно преобразили. Он серьезно похож на будущий Android 4.0. Первым планшетом на Android 3.0 стал Motorola XSUM. У него был 10-дюймовый HD-экран, гигабайт оперативной памяти, двухъядерный процессор Nvidia Tegra 2, аккумулятор на 6500 мАч и 32 гигабайта встроенной памяти. Тем не менее, особо распространенным планшетный Android не стал, так что Google решила не продолжать параллельное развитие смартфона и планшетной версии. В начале года Samsung выпустила преемника Galaxy S под названием Galaxy S2, который еще больше повысил популярность линейки и производителя в целом. У него был 4.3-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 480 на 800 гигабайт оперативной памяти и двухъядерный процессор Exynos 4210 с частотой 1,2 ГГц. Кстати, по моему мнению, именно этим смартфоном Samsung поборола своего главного конкурента среди Android-производителей HTC, флагман Sensation, который все-таки не дотягивал до Galaxy S2. 26 ноября Samsung представила, наверное, революционный смартфон Galaxy Note, первый массовый фаблет. Он оснащался гигантским 5.3-дюймовым HD-дисплеем, двухъядерным процессором Exynos 4210 с частотой 1,4 ГГц и первой инкарнацией стилуса S Pen. Так как флагман Samsung вновь показывал великолепные продажи, Google во второй раз выбрала южнокорейцев для производства очередного Nexus. Так появился Galaxy Nexus, который базировался на Android 4.0. Характеристики по тому времени у него были великолепными. Казавшийся тогда очень большим 4,7-дюймовый HD-экран, выполненный под технологией AMOLED, двухъядерный 1,2 ГГц чип, отпочивший ныне Texas Instruments и 1 ГБ оперативной памяти. Но главное это, конечно, Android Ice Cream Sandwich. До неузнаваемости преобразился интерфейс, навигационные кнопки стало возможным размещать прямо на экране. Решили проблему с непопулярностью Android Honeycomb, теперь система приобретает планшетный или смартфонный вид в зависимости от устройства. К мае 2011 года у Android было 53% рынка. В 2012 году серьезно увеличилась производительность мобильных устройств. 1 ГБ оперативной памяти стал прерогативой уже середнячков, а не флагманов. Процессоры были сплошь четырехъядерными, а диагонали экрана в топовых устройствах приблизились к отметке в 5 дюймов. 27 июня 2012 года Google выпустила Android 4.1 Jelly Bean, при этом впервые продемонстрировав новую ОС на планшете. Им стал Nexus 7 от Asus. Android 4.0 стал хорошо выглядеть, но в плане скорости и плавности работы iOS перегнать все никак не удавалось. Все три версии Android Jelly Bean были направлены в первую очередь на исправление этого недостатка. Кроме того, в Android 4.1 появился сервис Google Now. 29 октября 2012 года Google подготовила презентацию Android 4.2, но она не состоялась из-за ураганов в США. Ее заменили простым пресс-релизом, при этом ОС показали сразу на двух устройствах – Nexus 4 и Nexus 10. Несмотря на то, что Galaxy S3 получился удачным, производство смартфона предоставили компании LG, отличившейся неплохим Optimus G. И не зря, Nexus 4 получился отличным. Он обладал топовым железом, то есть процессором Qualcomm Snapdragon S4 Pro, 2-мя гигабайтами оперативной памяти, 4,7-дюймовым HD-экраном, и при этом недорого стоил и был очень красивым. Samsung тоже не обидели, ей предоставили производство планшета Nexus 10, который особо востребованным, правда, не стал. В Android 4.2 появились виджеты на экране блокировки и свайп в стандартной клавиатуре. В 2012 году Android занимал 75% рынка. В начале 2013 года был представлен Android 4.3, в котором наконец-то предусмотрели полное удаление приложений, безо всяких остатков в реестре. Благодаря этому система не начинала работать хуже со временем, но гораздо интереснее не новой версии Android, а устройства, на которые ее показали. Им стала вторая инкарнация 7-дюймового планшета от Asus. Он получился настолько удачным, что даже сейчас его вполне можно рекомендовать к покупке. Первый Nexus 7 был просто неплохим бюджетным планшетом, а Nexus 7 второго поколения получился топовым, но продавался при этом за 230 долларов за базовую модификацию. Он работал на 4-ядерном Snapdragon 600 с 2 гигабайтами оперативной памяти, а 7-дюймовый экран имел Full HD разрешение, из-за чего плотность пикселей получилась самой большой среди планшетов. В 2013 году HTC выпустила очень удачный флагман One и начала потихоньку выкарабкиваться из кризиса. В целом же флагманы 2013 года не сильно превосходили прошлогодние, выделялся разве что Moto X от Motorola. В ноябре 2013 года вышел Android 4.4 KitKat, после которого почти год Google не выпускала мажорных обновлений. Вместе с новой версией вышел Nexus 5 от той же LG. Характеристики в нем соответствовали флагманам того времени, а корпус стал более практичным по сравнению с Nexus 4. В Android KitKat заметно поменялся интерфейс, у разработчиков появилась возможность скрывать на экранной кнопке, а также систему оптимизировали под бюджетные маломощные устройства. Кроме того, стало возможным сменить среду выполнения приложений Delvig на ART. В 2013 году доля Android по сравнению с прошлым выросла не сильно, с 75% до 78,6%. В 2014 году продолжилась тенденция плавного наращивания мощности девайсов. Отметить можно разве что только возросшую скорость обновления системы, по крайней мере у флагманов, зато серьезные подвижки произошли в сфере умных часов. Летом Google представил операционную систему Android Wear для таких девайсов. Надо признать, что компания сделала это очень вовремя, так как серьезный конкурент у их ОС пока один, Тайзен от Самсунг, которая, правда, работает со устройствами только южнокорейской компании. Уже сейчас на Android Wear работают 6 часов, от LG, Asus, Motorola, Sony и Samsung. Тогда же, летом, на Google I.O. рассказали про интерфейс будущей операционной системы Android 5.0, которую на презентации назвали Android L. Используемому интерфейсу дали название Material Design. Также впервые в истории Android за полгода до выхода операционной системы дали свободный доступ к ее предварительной версии. Ориентирован этот шаг был прежде всего на то, чтобы разработчики переделали свои приложения в соответствии с интерфейсом Material Design, но установить Android L Developer Preview на Nexus 5 могли все желающие. А в октябре 2014 года Android 5.0 Lollipop был представлен официально. Помимо кардинально нового интерфейса, еще лучше стала производительность системы, которая теперь не уступает iOS. Появилась также продвинутая синхронизация с другими Android-устройствами владельца, серьезно улучшилась автономность, появился энергосберегающий режим и ART в качестве основной среды. Представлена система была, как и Android 4.2, на двух устройствах сразу. Впервые доверили производство Nexus-устройства компании Motorola. Nexus 6 сделан на базе Moto X второго поколения, только он стал серьезно больше. Тут используется почти 6-дюймовый AMOLED-экран с 2К разрешением, процессор Snapdragon 805 и 3 ГБ оперативной памяти. Вернуться в семью Nexus-ов получилось и у HTC, правда, что удивительно не со смартфоном, а с планшетом. Тайваньцы произвели Nexus 9, который сначала восприняли довольно радужно, а потом выяснилось, что и дисплей тут не очень, и сборка корпуса хромает. Зато планшет оснащается самым мощным на нынешний момент мобильным процессором Nvidia Tegra K1 в связке с 2 ГБ оперативной памяти, а разрешение 8,9-дюймового экрана составило 2048 на 1536 точек. Пока на этом все, впрочем, уже сейчас ходят слухи, что Android 5.1 выйдет в феврале. Будем ждать, а пока можно быстренько взглянуть на изменения Android за эти 6 лет. Это было видео на сайте Bubbler.me. Подписывайтесь на наш канал и обязательно заходите на сайт. Пока!